МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей. В студии Олег Степанюк. Доброе утро. Начнем выпуск с главного политического события вторника. Астана сегодня принимает заседание Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры глав государств пройдут в узком и расширенном составах. Для участия в них накануне в столицу Казахстана прибыл президент Беларуси. Кроме того, в понедельник состоялась встреча Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействие в интеграционных объединениях. Мы близкие, родные государства в одном экономическом пространстве. В союзе сегодня существуем, и нам, конечно, надо фундамент наших отношений к торговлю, экономику подтягивать. Тем более, мы с вами в свое время определили пути, по которым мы должны двигаться, и немало сделано в этом направлении. Нужен какой-то глоток воздуха новый, и мы сегодня с вами, как бы ни было сложно, должны поручить и правительству, мы сами подтолкнуть наши отношения, чтобы быстрее выйти из этой ситуации. Сегодня в повестке дня Высшего Евразийского экономического совета вопросы углубления отношений ЕАЭС с третьими странами и международными объединениями. В числе важных для Беларуси вопросов формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Также будут обсуждаться основные ориентиры макроэкономической политики государств-участников союза на ближайшие годы, а также международная деятельность. Напомню, сегодня Евразийский экономический союз объединяет пять стран. Помимо Беларуси, России и Казахстана, к интеграционному объединению присоединились Армения и Кыргызстан. И к другим событиям в мире. Рекордный штраф грозит европейским производителям грузовиков. ЕАЭС готовится взыскать около трех миллиардов евро с компанией за ценовой сговор. Крупнейшие холдинги по производству грузовых автомобилей контролировали сообща рынок, что привело к росту цен на все товары, которые перевозились грузовым транспортом. Вдобавок компании на протяжении 14 лет блокировали введение новых более экологичных технологий, потому что им это было невыгодно. Страны ОПЕК намерены увеличить экспорт нефти. Только Ирак, второй по величине добычи в синдикате, в июне поставит на 5 миллионов баррелей больше обычного. А это приведет к очередному скачку цен на черное золото. Причем это будет скачок вниз. При таком сценарии многие страны-экспортеры углеводородного топлива из-за издержек сократят добычу, а значит и свою долю на рынке, которую и надеются занять Ирак за счет недорогой нефти. Белорусские производители табачных изделий будут использовать пугающие упаковки сигарет. Таковы требования нового техрегламента Евразийского экономического союза. У производителей есть год, чтобы перестроиться. Графические изображения на пачках будут содержать картинки негативных последствий курения. Новообразование, слепота, инфаркт и другие. Также сопровождаться надписями на русском и белорусском языках. Преимущество этой упаковки заключается в том, что она не позволяет продвигать табачные изделия. И она позволяет показывать тот вред, который табачные изделия приносят как потребителям, так и окружающим. Это снижает спрос. То есть люди в принципе не хотят держать эту упаковку в руках. Неглюбские текстильные традиции пополняют список историко-культурного наследия Беларуси. Это уникальное явление народного творчества характерно только для Ветковского района Гомельской области. Богатство техник ткачества и вышивки, разнообразие оттенков и сложный орнамент отличают неглюбский текстиль. Это многоцветные рушники, скатерти, покрывала, занавески, а также предметы одежды. Неглюбский наряд – один из наиболее архаичных и сложных нарядов белорусского народного костюма. Рушник вообще у них, любки, его сильно берегут. Его даже вот, если мать так и не давала даже стирать его, только чтобы сама, и сейчас даже, вот, ну, машины, и во всех, но они не дают. Вот эти рушники только украшали, вот, отвешали его к пастце. На этом выпуск завершен. Репортажи эфирно-видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.